Власти, епископ, слово, что обычно говорится о лидерах, старейшинах, которые призваны смотреть за стадом, кормить. Основная задача духовного лидерства — кормить, вести и охранять. Если вы кормите людей, они последуют за вами. Это один из способов, как мы служим людям. Кому-то Бог дает дар учительства, чтобы они смогли кормить Божий народ. Это служение людям. Не попытка контролировать народ, но служить им. Давать ответы. Что, если кто-то не хочет поступать правильно? Да, оставьте, пускай жизнь с ними разберется. Подождите немножко. Если вы просто будете их любить, они просто будут уверенными в том, чтобы возвратиться обратно. Но если мы начинаем говорить, что вы не делаете право, и что вы должны делать это, и что вы должны делать это, если мы начинаем говорить, ты делаешь неправильно, ты делаешь неправильно, или ты должен это делать, то, возможно, никогда больше их не увидите. Иногда мы берем на себя ответственность за выбор человека, а на самом деле это не наша ответственность. Поэтому если человек сделает неправильные выборы, то, возможно, они будут жить с последствиями. Вы не заберете последствиями. Не забирайте вы последствиями, иначе они не научатся. А где это в Библии есть? История о блудном сыне. Да? Да. Отец просто разрешил сыну уйти. И когда он там делал то, что он хотел делать, и он прошел через достаточное количество последствий, и он уже был жалким, несчастным таким. Там сказано, он пришел в себя, очнулся. Если вы пытаетесь решить проблемы людей, прежде чем они очнутся, придут в себя, тогда у них проблемы будут продолжаться еще долгий период времени. Вы не помогаете им решить проблемы. Вы сами создаете для них проблемы. Вы понимаете, о чем я говорю? Просто любите их. Когда я был пастором в церкви, и люди делали неправильные вещи, они хотели уйти, без проблем. Мы любим тебя. Если захочешь вернуться, всегда примем. Шесть месяцев спустя, два года спустя, три года спустя, пять лет спустя. Что угодно, когда угодно. Они возвратятся. Потому что они знают, где они любимы. Эй, все посмотрите на меня. Поднимите свою ручку. Если вы слышали это. Люди знают, где их любят. Они могут уйдут злыми. Или уже огорченными. Ничего страшного. Они знают, где их любят. Аминь. Потому что это нормально. Такое происходит в церкви. Люди проходят какие-то трудности. И они иногда похожи на меня и на вас, когда они хотят делать то, что правильно. И мы думаем, если мы на них давление окажем, то это все решит. Это все из хороших побуждений. Мы не хотим, чтобы они страдали. Мы не хотим, чтобы они боль испытали. И поэтому мы пытаемся все это решить. Если вы решите, то это просто вернется. Некоторые из вас уже слышали, как это учил. Но Иешуа эти три притчи рассказал одновременно. О блудном сыне. О потерянном сыне. О потерянной овце. И о потерянной драхме. И он обращался к фарисеям. И он хотел донести до них суть вообще. Суть того, в чем их ответственность вообще. Они критиковали его, за то, что он был с грешниками. Поэтому, если посмотреть на эту потерянную овцу. Я думаю, это Луки 15. Может, кто-то может посмотреть. Луки 15. Поэтому потерянная овца. Овца постоянно уходит куда-то. Блуждает она. Это просто природа овцы. Это просто природа овцы. О, что здесь? О, вау. Интересно, Бог говорит, что вы как овцы. Овца ты. Иногда сам ты уходишь куда-то так, засмотрелся. И ты даже не обращаешь внимания на все опасности. Поэтому, на ком лежит ответственность возвратить потерянную овцу? На пастухе. На пастухе. И потом пастух уходит, оставляет 99, находит эту одну, возвращается. Поэтому, если кто-то потерян, кто-то ушел куда-то, заблудился, и нетрудно пойти, найти, возвратить его. И это ответственность духовных лидеров. Возвратить. И в этой ситуации ответственность не на овце лежит, а на пастухе. Затем история с потерянной монетой. Женщина теряет монету. И монета, которая платила за несколько дней работы. Конечно, она переживает, начинает искать. Находит монету. Рассказывает всем своим друзьям, и все за нее рады. И на ком лежит ответственность найти монету? Женщина, которая потеряла. Чья это была вина? Что вина монеты, что монета потерялась? Эта монета что, выскочила из ее кошелька, спрыгнула, побежала себе куда-то, спряталась? Нет, эта сама монета была потеряна женщиной, поскольку та была невнимательна. И как вы помните, в этих всех историях Иисус обращается к духовным лидерам. И Он говорит о людях. Затем Он рассказывает третью историю. О блудном сыне. На ком ответственность была в том, что сын потерялся? Отец или сын? Сын, да? Сын. Да, Он хотел делать то, что хотел делать, плохое. Поэтому Отец позволил ему отдохать себе уже и дай. Но в некоторых церквях говорят, пастор, ты вообще со своей работой не справляешься. Сын ушел и веселится вон там. Он свою жизнь просто калечит. Если бы ты был любящим пастухом, то ты бы пошел, возвратила его обратно. Нет, Он пастрелит. А? Он пастрелит. Ну что, веселится же он? Выпьем же! Когда устанешь, возвратишься обратно. Потому что я тебе гарантирую, ты устанешь. Да? Ты не можешь постоянно жить и наслаждаться этой жизнью. Это очень временно. Все свои деньги растратил, друзей потерял. А в некоторых ситуациях и здоровье. Просто букет, букет всех негативных последствий. Некоторые из нас понимают это. Поэтому пусть все идут. Поэтому, когда будешь готов, возвратишься обратно. И когда они будут готовы, они возвратятся. И для них это будет намного лучше. Еще это повторю. Что намного это будет лучше для них. Чему-то они научились. Ну, конечно, было бы намного лучше, если бы они слушали, когда я учил по этой теме. Но большинство из нас не учатся именно таким образом. Это называется школа твердых ударов по голове. Некоторые люди идут в МЖБИ, а некоторые идут в школу твердых ударов. Как это? Биться головой в стену. А некоторые учатся и тем, и другим способом. И послушайте, что Бог имеет способность работать в жизни людей. И как духовные лидеры, мы должны научиться зависать так, расслабиться. Расслабуха такая. А ну, возьми такую таблетку, расслабься. Релакс. Релакс такой сделай себе. Господь себя контролирует. Нам не надо всех чинить, всех ремонтировать. Мы должны молиться за людей. Мы должны любить их. Мы должны служить им. Кормить их. Исправлять. И также позвольте Богу подправить их, исправить. И позволить Богу обличить их. Это похоже на супружество. Часто, жены хотят быть Духом Святым. Как Библия Иисус говорит, Дух Святой придет, и Он вас научит. И убедит вас в грехе. И жены говорят, ну, спасибо, Дух Святой, но я могу об этом тоже позаботиться. Позволь Духу Святому сделать это. Если муж не делает то, что правильно, то люби его. И позволь Духу Святому обличить. Вот в чем истина. Если вы пытаетесь сделать работу Духа Святого в чьей-то жизни, то Дух Святой позволит вам сделать эту работу. Хорошо. Удачи, удачи, счастливо. Когда тебя затошнит от этого, то скажешь, позовешь меня, я приду. И когда ты уже будешь готов любить людей, тогда я пойду на работу. И что Господь знает, это намного лучше, чем вы. Это истина. Вы чините или Бог чинит? Что вы хотите, первое или второе? Это относится как к супружеству, к браку. Тоже относится и к церкви. То есть мы будем людей справлять, либо Бог? Веришь ли ты в силу Духа Святого? Я да. Пусть Дух Святой начнет разбираться с чьей-то жизнью. Аминь. И в качестве духовных лидеров это снимает с вас всякое давление. И как Иешуа сказал, мое бремя легкое. И что я вижу, что среди духовных лидеров это очень тяжелое бремя. И ты начинаешь нести то, что Господь должен делать только. Все еще это будет, все равно это будет очень тяжело. Так как то, что я говорю вам сейчас, это очень легко сказать. И возможно даже некоторых из вас я могу рассмешить. Но когда вам придется это на жизни проходить, вы можете заплакать. Это трудно, жестко. Но это работает. И как я говорю, что для меня понадобилось много лет, чтобы научиться некоторым из этих вещей. Потому что никто меня этому не учил. И я хочу вас как бы уберечь от многих неприятностей. Поэтому вы можете либо научиться легким путем, либо вы можете подписаться в удары головой в МДЖБИ. Вы можете выучиться и тем способом, и вторым способом. Все равно ваше сердце любит Господа, ищет Его, иначе вас бы здесь не было. Поэтому вы научитесь. Просто выберите легче способ. Еще один способ, как говорит Бог. Это будет очень большой сюрприз для вас. И тот порядок, как это я все передаю вам, вообще неправильный порядок. Я просто так поставил все. В английском языке это все идет в алфавитном порядке. Четвертый способ, как Бог говорит, это Библия. Я думаю, что это самый главный способ, как Он обращается. И как Библия говорит о самой себе, что она из зеркала. Есть зеркало у кого-то? Есть свободное зеркало? Дайте мне зеркало. Зеркальце. Трюмо только не давайте. Кого ты видишь? Кого ты видишь? Кого ты видишь? Кто-то что-то другое видит? Кого-то другое видишь? Только себя? Ты уверена? Уверена? Точно? Библия — это зеркало. Когда вы читаете Библию, что вы видите? Себя. 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 Вы читаете Библию, а она вас читает. Вы читаете Библию, а Библия вас читает. Поэтому она называется «Живое Слово Бога». И Иисус назвал это слово, которое стало плотью. Это сверхъестественная книга. Единственная сверхъестественная книга. Бог может говорить через другие книги. Но это истина. И все, что есть в этой книге, Иисус прожил. Читаете эту книгу, встречаетесь с Богом. И если вы читаете ее с открытым сердцем, то она проговорит к вам. Станет живой для вас. И Бог покажет на вашу ситуацию в этой книге. Вы увидите, как люди делают то же самое, что вы делаете. Чувствуют то же, что вы чувствуете. Я рекомендую не просто открывать Библию и читать. Но начните с начала книги. Позвольте, кому написано, отписовано. Чего она была написана. Например, четыре Евангелия, которые говорят о жизни Иисуса. Почему четыре Евангелия? Почему не одно? С различными целями они были написаны. Матфея для евреев с еврейской точки зрения. Марка, Евангелие от Марка, верующим из Рима. И они были в гонениях тогда. Потому Евангелие от Марка говорит очень сильно о цене следования за Богом. Были гонения, убийства, тюрьмы для них. Поэтому он делает акцент, Марк делает акцент на цене следования. Лука написан доктором. Он также написал книгу Деяний. Поэтому он пишет с точки зрения врача. Он очень осторожно, он всех все спрашивает, вопросы задает. Он очень точен, очень детален в своем рассказе. И Иоанн с точки зрения одной из ближайших друзей, Иоанн был его лучшим другом. Поэтому очень многое он говорит о внутренней жизни. Глубины, говорит. Не то, что происходило, не события, но также какие-то душевные, сердечные переживания. Половина книги Иоанна, Иоанн говорит, Иоанн вообще говорит о последней неделе жизни Ишуа. Послание к Филимону взять. Апостол писал к богачу, богатому человеку. Которые были рабы, которые убегали от него. И он говорит, что Филимон восстанавливал свои взаимоотношения со своими прежними рабами, или вообще с рабами, потому что они верующие, Иоанн верующий. И говорит, не относись к ним как к рабам, но как к братьям. Или же, возможно, у тебя есть бизнес. И брат или сестра работают у тебя. Как нужно обращаться с ними. Не только как с рабами, но как с братьями. И какое отношение должно быть, как у бизнесмена. Все, что встречаете в жизни, находится в Библии. И учит вас, что говорить, какое отношение иметь, что делать. Что делать, когда кто-то неверен вам оказался. Как преодолеть разрушенные взаимоотношения. Духовная война. Все, через что мы вообще проходим. Очевидно, что в Библии все должны читать. И как Иисус сказал, наша жизнь, все, что мы говорим, будет судима этим словом. Дай мне секунду. И еще одна сфера, я буду больше об этом говорить завтра, называется ускоренное Слово Божье. Сейчас я говорил о написанном Слове Божьем. То есть, вы читаете и видите свою жизнь. Но есть моменты, когда вы читаете, и в определенной Скипцией просто появляется и говорит тебе. Также есть какой-то момент, вы читаете, какой-то стих оживает для вас. И это называется Слово Бога Рэма. Больше об этом поговорим завтра. И хочу привести пример Рэма. Пару лет назад я был в Вене, встречался с еврейскими лидерами. Это ключевые еврейские лидеры со всего мира. И на эту встречу вас нужно было пригласить. Не каждый мог туда прийти. Я чувствовал себя так странно. Что я вообще здесь делаю? Я не еврей. У меня нет еврейского служения. Я думал, ну, я вообще тоже здесь не должен быть. Меня пригласили, но я так себя неудобно чувствовал. Поэтому я помолился об этом. И спрашивал Господь, а здесь я должен быть? И на следующее утро, вечером помолился, утром просыпаюсь. Я читал книгу Деяне. История апостола Павла, ослепление, как он попал в Дамаск. Ему сказали, там, три дня быть, ждать там. Ждать, чтобы за ним придут. И мы знаем, что человек пришел, помолился, и снова он мог видеть апостола Павла. И был призван к служению. И там сказано, что он пошел в Дамаск на улицу, называемая «Прямая». И когда я читал эту фразу, Дамаск на улице, называемая «Прямая», эта фраза просто выпрыгнула. И в своем духе я почувствовала, как Дух Святой что-то говорит. Но я не понял. Я думаю, какой странный отрекший писание. Бог для меня оживил. Дамаск, улица прямая. Я вообще молюсь о том, должен ли я здесь быть, не должен быть. Вообще нонсенс какой-то. Я знал, что Дух Святой говорил, я знал внутри себя. Он говорили эту фразу. Потом я пошел на завтрак. И что было, получается, на две комнаты, на нашу комнату еще, соседнюю комнату, был один душ. И мы и завтракали вместе с этими нашими соседями. И я такое предложение мне внес. Ну, понимаете, я знаю, как тут пройти, к нашему месту собрания, встречи. Тут два километра идти. Хорошая погода, чего бы нам не пройтись. И они говорят, да, конечно, почему не? Зачем тут сидеть целый день? Пройдемся. И они сказали, встретимся около двери. Я пошел к двери. Пару минут спустя приходят они с каким-то еще человеком. И эта пара вообще работала в Беруте, в Ливане. И они говорят, не против, если он с нами пройдется, он хочет с нами пройтись. Да, конечно, нет, давай, пройдет, ты кто? Он представился. Получилось что? Что он был из Сирии. А именно, откуда ты из Сирии? Он сказал, о, я из Дамаска. Это буквально пару минут после Писания. И затем мысль пришла ко мне. Спроси его, а не живет ли он на улице под названием «Прямая». И я спрашиваю, ты живешь на улице «Прямой»? И знаете, это же 2000 назад было написано. Я вообще не знаю, есть ли там еще такая улица под названием «Прямая». Понимаете? И затем пару минут встречать кого-то из Дамаска. Это вообще чудо. И затем спросить его, живет ли он на улице. Если кто-то здесь живет в Удессе в Удессе, это чудо. Любая улица, ну, в Одессе, допустим, живут. Это просто невероятно. А еще сказать, улица, которая 2000 лет. И я спрашиваю, ты живешь на улице «Прямой»? Он говорит, да, как ты знаешь? Как ты знаешь? Он говорит, у меня там христианский магазин. Я тогда думаю, да, я тут должен быть. Видите, как Бог может говорить? И, конечно, я думал, это было абсолютно аллогично в тот момент, что это не ответ на мою молитву, но Дух Святой сказал мне. Только потом уже я понял, что точно Бог говорил ко мне. И Бог может говорить к нам различными способами. Просто нужно научиться распознавать, когда-то. Завтра увидимся. Adios, amigos.